Всем привет! С вами До Воды. Так что, у нас лимитированный вкус Smoke Angels Unlimited. Да, звучит очень здорово, и я скажу вам так, что это реальная лимитка, потому что я окончательно проебал все лимитки, которые выдавали на вечеринке DarkSide. Вкратце объясню. Во время Huga Club Show в Санкт-Петербурге у компании DarkSide был свой отдельно стоящий стенд, так сказать, сопротивление. И там выдавались лимитированные вкусы таких продуктов, как Smoke Angels, Daily Hook, Mad Peer и еще какой-то продукт. Но я об этом не знал. Об этом я узнал, когда увидел у кого-то в Инстаграме фотку. Я спрашиваю, ты где, сука, это взял? А он мне говорит, так на сопротивлении, и там стоишь в очереди, как бы, и покупаешь лимитированные вкусы. Я такой думаю, пизда. Погнали! Что у нас есть? Вкус Unlimited от Smoke Angels. Я уже почитал, что это за вкус. Это на самом деле вкус дыня, фейхуа и корица. Прям как будто сделали для меня. Моя любимая фейхуушечка, моя ненавистная, химозная в большинстве случаев, и ацетоновая дыня, и корица. Корица, в принципе, я ее люблю еще со времен Флеймса. Поэтому давайте-ка мы быстро порвем эту лимитированную пачку Unlimited, так, чтобы ее никто не мог восстановить. У нас 10 целых 100 граммов продукта Unlimited. А кто не знал, у компании Smoke Angels идет в подарок вот такой вот пакетик. И я иногда просто не понимаю. Сука! Нельзя это соединить? Вот, чтобы, ну, Unreal потом этот пакетик положить в этот пакетик поменьше, чтобы это все не расплескалось, и Zip не стал у тебя пропускать. Это просто Unreal. То есть так сделать нужно быть мега супер аккуратным человеком. Поэтому просто, Smoke Angels, пожалуйста, умоляю тебя, не дразни этим пакетиком. Вот ты его ложишь, и охота переложить, и в итоге ты все порчишь. Ты все рушишь, ты все у тебя растекается. Почему? Потому что этот пакетик лежит, и тебе охота туда что-то переложить. Не надо, не ложи лучше его, если ты сам не готов аккуратно это все туда переложить. Так, погнали, погнали. Ну-ка, что у нас слышится? Слышится у нас на самом деле очень похожий продукт. Груша. Дюшес. Слышится очень круто. Очень крутая груша. Пряная груша, бля, ну реально такая подбродившая груша за счет того, что здесь есть корица, и она немного отыгрывает по-другому. Ммм, ну попробуем. А как я уже до этого говорил, что Smoke Angels стал делать реально хорошую табачину. Они много чего поменяли, у них там много чего поменялось, и вроде бы как это стало вполне достойным, хорошим продуктом. Но вот его пропиточка, то насколько он прям вот такой вот весь мокренький, это немного напрягает, особенно когда ты куришь на прямоточной чашечке. Я даже больше чем вам скажу, что когда я это все забью и доделаю дырочки, чашка уже потекет. Так, ну-ка, лингвисты активировались. Потечет или потекет? Да. С чашки, в принципе, пахнет так же, как и, соответственно, с пачки. Одинаково. Вообще, я не понимаю сути вообще лимитированных вкусов. Причем, если они лимитированы только для тех людей, которые присутствовали на данном мероприятии, я считаю, что это немного какое-то дразнилого. Типа, я был, а у меня есть. Ты не был, иди нахуй. Вот что-то такое. Делать лимитку, допустим, ну, в тысячу штук и запускать их по магазинам. Другое дело. А лучше по интернет-магазину, чтобы каждый мог это все заказать. И было как бы все честно. Но запускать это на мероприятии, где их только... Даже я, сука, не успел, понимаешь? Даже я, блядь, не успел. Ха-ха-ха-ха, блядь. Вот, ага, ага. Сала-малейкум, блядь. Потекла. То есть, да, мы с вами попиздели. Я вам буквально рассказал одну историю. И что мы делаем? Течем. Ну, ладно. Как это все пахнет, понятно, да. Пахнет почти все круто. А как это курица? Как это курица? Нам нужно с этим разобраться. Поэтому не переключайся. Я сделаю вот так вот. И ты только сейчас понимаешь, что на кальяне уже стоят угли. И я еще не сделал ни одной тяги. Ни одной. Вы просто посмотрите на это говно в колбе. Ведь когда-то компания Пуэр говорила о том, что сироп это то, за что вы платите. А это у меня, наверное, он вываливается. Просто сироп вываливается. Короче, я не знаю. Я сейчас буду, наверное, курить ароматизированную воду. Погнали. Первый покур. Первая затяжка. Нового вкуса. Smoke Angels. Unlimited. Фейхуа. Корица. И дыня. Просто сказали. Дыня. Иди нахуй. Дыня вообще не чувствуется. И это охуенно. Потому что из-за этого в этом вкусе нет химозы. Вообще, мне кажется, в нашем таком кальянном мире дыня это самый отсталый вкус. То есть, дыня не пришей к пизде рукав. Вот реально. Как бы дыня, она настолько, как бы, вообще никак не оценивается, что она как бы не нужна вообще, блядь, в этих ароматах. То есть, если ты производитель, то не делай вкус дыни. Кому нахуй она нужна? Вот реально. Ну так кажется, да? Дыня это отсталый ребенок. Дыня это второгодний, который не успевает за всеми остальными. Коричка отыгрывает очень здорово. На самом деле, она не где-то на первом уровне. Она не обладает каким-то мразным оттенком. Она не обладает какой-то дерзостью. Корица просто где-то там вдалеке. И она придает такую теплость вкусу. Теплость к фейхуа. Фейхуа здесь тоже очень здорово раскрылась. Правда, она не такая крутая, как у Дарксайда. Хотя это, в принципе, может быть, дарксайдовская фейхуа. Никто не отрицает. Да, как бы не тупые. Но при этом за счет корицы она играет по-другому. Она становится более многогранной. Но ты все равно не сможешь его попробовать, потому что я его достал с горем пополам. Мне пришлось ехать в офис Хука Плейса. Хотя я как бы туда и ехал. И чисто случайно мне попалась эта банка бачка. Я говорю, можно я заберу? Мне сказали, да, забирай. Но как лимитка хуйня. Всем пока. Это был Дава Дым.